Как вы считаете, жизнь в республике изменилась за последние годы? Конечно, изменилась. Все к лучшему идет. Хочется, чтобы здесь немножко с водичкой проблемы есть, но пообещали, что будет скоро время тоже. Этот вопрос решен. В селении, как мы раньше страдали из-за водой, вот и сейчас так тоже страдаем. Они обещали нам, что сделают, но мы верим, что они нам сделают в ближайшее время воде. У нас на Кауе не было воды. Мы с Дубовой рощи руками таскали воду ведрами. Сейчас к нам провели водовод, два водовода. К нам провели канализацию сделали, а дороги отремонтировали. Конечно, видно, что за последнее время произошла большая работа. У нас всегда были в селе разбитые дороги, даже тракторы застревались. А в прошлом году сделали дороги. И люди ходят даже пешком и на легковых машинах. Нормально все. И спасибо нашему президенту. Он обещал, что обещал, он сделал. У нас в селе отличный клуб. Но у нас была проблема. Не было тепла. Не было тепла. Президент пришел к нам, увидел это все и пообещал нам. Он как пообещал, так и сделал. То есть ремонт у нас уже идет. Тепло он нам делает. Отопление проводится. Отремонтировали школу. Прекрасная у нас школа. Школа, дети учатся, хотят учиться. Отопление есть, греется, горячая вода есть, холодная вода есть, питание есть. Все у нас тут прекрасно. Дети у нас замечательные. Учительницы работают, люди работают, стараются. Что еще надо? Это спасибо все Бибилову. Бибилову. Раньше, если бы заболел человек, надо было в город ехать, в больницу или в поликлинику. А сейчас нам построили тут медицинскую амбулаторию. И тут, если кому надо, ее услуги на месте оказывают. Медсестра есть. Все довольны. То есть, получается, в вашем селе вообще проблем нет? Ну, проблем как? В основном нет, но газа не хватает нам. Газа, если бы было, вообще замечательно было бы. Много лет у нас был старый клуб. Мы жаловались, жаловались, но внимания было, обращений не было. Плохие условия были там. Дети не хотели сюда, там было холодно. А сейчас построили хороший, теплый клуб, и дети радуются. Мы спасибо говорим всем, кто нас услышал. У нас есть стадион в селе, а там вообще невозможно там играть. Это надо отремонтировать. А в школе даже спортзала нету. Первый очередь надо решать, да?